В Сургутском районе продолжается подготовка к осенне-зимнему сезону. Основные мероприятия предусмотрены по ремонту коммунальных объектов, подающих в дома жителей тепло. Всего же в этом году 8 направлений работы, связанные они с заменой оборудования в котельных, также восстановят рад магистрали водоснабжения и водоотведения. Отмечу, их общая протяженность составляет 6 километров. На эти цели из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено больше 300 миллионов рублей. Так, в Ленторе уже выполнено 15% запланированных работ по капремонте и замене сетей тепловодоснабжения. Этот микрорайон и эта трасса для нас важны тем, что уже часть микрорайона, которая находится позади нас, она же практически вся снесена. И там необходимо строить новые высотные дома для того, чтобы можно было сносить оставшиеся дома и переселить людей из других микрорайонов. Но мы не могли бы давать технические условия на строительство там высотных домов, потому что этого не обеспечивали наши сети. Помимо этого в Ленторе также почти закончили капремонт дымовой трубы в котельной. Всего из казны муниципалитета на работы по реновации коммунальных объектов в городском поселении выделили 30 миллионов рублей. Еще в 40 пришли из вышестоящих кубышек – окружной и федеральный. За этот год полностью обновят один километр сетей. Помимо этого в Сургутском районе проводят работы по реконструкции котельной и ремонт магистрали тепло- и водоснабжения в Федоровском, Белом Яру и Ульт-Ягуне. Завершить реновацию планируют до конца октября этого года. В этом году у нас очень большой объем работ запланирован. Благодаря тому, что финансируемся мы из районного бюджета, а также из федерального и окружного по некоторым программам. И в целом предстоит освоить более 70 миллионов рублей целевых бюджетных средств. Вот кроме одного объекта у нас все объекты уже разыграны, торги состоялись, подрядчики определены. Основная задача это капитальный ремонт, вообще выполнение работ по капитальным ремонту, то есть заменой систем на объектах, это оборудование, и сетей вообще тепловодоснабжения, водоотведения. В настоящий момент ведутся мероприятия по 16 объектам. Это 8 объектов замены оборудования и 8 объектов инженерных сетей тепловодоснабжения, водоотведения. Основные это Белый Яр, Лентор, Федоровка и Нижний Сартымский. Что касается замены оборудования, это котлы, экономайзеры, в котельных также Лентор, Белый Яр, Ультиагум, Федоровский. Продолжение следует...